Ульяновск Если мы говорим о том, что мы начали, и у нас есть такая задача, и поручение Сергея Ивановича Морозов нам такое дал, разработки стратегии пространственного развития и корректировки схемы территориального планирования, то, конечно, понимание приоритетов определения зон интенсивного развития в своем регионе. Ну и, собственно, когда мы говорим о том, что наши города должны развиваться, и мы сейчас разрабатываем стратегию развития этих городов, заявляя о том, что мы хотим глобально конкурировать за человеческий капитал у нас в стране. Десятки федеральных спикеров в области застройки и оформления городов, оживленные баталии пленарного заседания, ответы на вопросы об изменениях законодательных норм, взвешивание всех за и против, практик публичных слушаний и обсуждение преимуществ внедрения информационных технологий в систему пространственного развития. Мы приехали с элементами новой стратегии пространственного развития. Это инновационный документ, которого раньше в Российской Федерации очень давно никто не разрабатывал. В качестве одного из приоритетов в стратегии планируется развитие городов как источников экономического роста. Естественно, мы понимаем, что это не только крупные и крупнейшие агломерации городские, но в принципе опорный каркас России, города, разные, разных типов, крайне важны с точки зрения устойчивого экономического развития Российской Федерации в целом и ее отдельных регионов в частности. Собственно, это мы сегодня и обсуждаем. Каким образом нам поменять вот эту систему, чтобы каждый человек, который захочет создать свой бизнес, мог спокойно, абсолютно нормально, легально, без всяческих таких серьезных, сложных усилий это сделать. Посмотреть на генеральном плане города, который должен делаться не только для профессионалов, но прежде всего для людей. Где ему выбрать под это участок? Как его быстро получить, а не на протяжении 150-200 дней? Я бы хотела сказать о цели нашего мероприятия и зачем мы ежегодно с друзьями, коллегами собираемся в разных городах. Целей, по сути, три. Так бы я определила. Первая цель – это обсуждение методологии градостроительного проектирования, обмен опытом наших институтов. То есть здесь миссия образовательная. И третье, главное, основное – мы вырабатываем здесь позиции, которые доносим до соответствующих министерств и ведомств, чтобы улучшить то законодательство, в рамках которого развивается наша страна, наши регионы, муниципальное образование. Пытаемся изменить законодательство, а именно вернуть муниципалитетам ту часть полномочий, которую они раньше располагали по самостоятельному принятию решений в части своего собственного имущества. Распоряжение земельными участками, предоставление их инвесторам, в том числе безаукционным предоставлением. И если не дать муниципалитетам, городам возможности для того, чтобы они имели весь набор инструментов, чтобы создавать эту среду, то вот этот перекос в сторону больших региональных центров, столиц регионов Москвы, Санкт-Петербурга, он будет усиляться и это будет негативно влиять на развитие всей страны. Сегодня мы ожидаем принятия масштабных документов в виде самой стратегии социально-экономического развития страны и стратегии пространственного развития России. Так меняется и система документов стратопланирования на уровне регионов. Они корректируются, видоизменяются, вписываются в бюджетные процессы. Поэтому сейчас мы находимся на новой стадии пересмотра того массива целей, задач, показателей основных мероприятий, которые направлены на реализацию этих целей. Если раньше был основной тренд, это все-таки выравнивание уровня развития различных территорий, и госпрограммы были на это нацелены, то сейчас речь идет о поддержке тех регионов, регионов-доноров, которые производят, которые дают основной национальный продукт. Нужно совместить несколько законодательств, которые у нас существуют. Нужно взаимовязать градостроительное законодательство, налоговый кодекс и земельный кодекс. Как минимум вот эти три вещи необходимо взаимовязать и не на уровне генерального планирования, а на уровне формирования объектов недвижимости. Еще одна ключевая задача ежегодных сессий – образовательная. Лучшие институты страны в сфере градостроения из года в год выезжают в регионы для того, чтобы распространить новые знания и внедрить современные тенденции. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.